Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Выдающийся результат, занимательный подсчет и продовольственная безопасность. Республика обеспечит себя собственными томатами на 80-90%. К какому периоду? До рассвета. Во всех школах страны прошли выпускные вечера. Это праздник грусти, потому что я прощаюсь со своей любимой гимназией. Какие эмоции на пороге взрослой жизни? Низкий поклон. Беларуси празднуют День медицинских работников. Примите сердечное поздравление с нашим профессиональным праздником. Кто на страже здоровья? Забота не на словах. Многодетные семьи Бобруйска получат материальную помощь к 1 сентября. О какой сумме речь? 30% бюджета прожиточного минимума. Назад в прошлое. Под Бобруйском пройдет масштабная военно-историческая реконструкция. Когда? Музыкальная гонка, инновационный препарат и потеря доверия. В США произошло резкое падение интереса зрителя и читателя к национальным СМИ. В чем причина? Александр Лукашенко на неделе принял кадровые решения. Министром информации назначен Марат Марков. Экс-председатель правления закрытого акционерного общества Второй национальный телеканал в идеологической и медийной сфере управленец опытный. Президент также дал согласие на назначение Игоря Луцкого председателем ОНТ. В работе нового министра информации Александр Лукашенко расставил все точки над «и». Что сподвигло руководителя нашего ОНТ-канала поменять профессию? Одно дело работать там, где ты уже как рыба в воде, другое дело на чиновничью работу перейти, хоть и серьезную. На самом деле, Александр Григорьевич, как вы говорите, время выбрало нас. Наверное, сегодня время выбрало его на этой должности. То есть вы у него не спрашивая предлагаете его назначение? Нет. Мы с ним проводили собеседование. Достаточно. У нас искренне были открытые разговоры. И у меня лично, и у Владимира Борисовича. Это решение было не одного дня. Время было и подумать. Сегодня более авторитетного человека в информационной среде – это лучший кандидат на сегодняшний момент. А время такое, что лучший должен руководить информационный. Мират Сергеевич, так вы сами приняли решение или вы все-таки вас поддавили серьезно? Присаживайтесь, что ли. Александр Григорьевич, я прекрасно понимаю, что время достаточно серьезное. Работа на телеканале выстроена за 7 лет. Ну а кто будет интервьюировать самых серьезных людей? Дело в том, что прецеденты в истории были, когда министр ввели программу. Министерство – это будет твоя основная должность. А дальше я буду только рад, если ты будешь справляться и будешь вести свою передачу. Но не в ущерб основной работе. Пост министра труда и социальной защиты заняла Наталья Павлюченко. Среди кадровых решений также пост чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Кыргызстане, новый помощник президента по Минской области, ректор Академии управления. Заняты и некоторые должности местной вертикали власти. Отечественный продукт, международная сборка и на связи. В Беларуси запущена горячая линия по вопросам несвоевременной выплаты госпособий. По какому номеру звонить? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Белорусские гусеничные комбайны отечественного ведущего предприятия начнут собирать в России. Запуск производства будет в Приморском крае. Первую партию намерены выпустить уже в следующем году. Сейчас идет предметный разговор с китайской компанией о производстве ходовой части для этого вида сельхозтехники. Верхнюю и молотилку будут закупать в Беларуси. Республика обеспечит себя собственными томатами на 80-90% к 2027 году. По огурцам вопрос практически решен. Отечественными аграриями разработано развитие производства в защищенном грунте. Также важный фактор снабжения своими фруктами и овощами в зимний период – их хранение в стаб-фондах. Необходимы хранилища, которые имеют для этого условия и прошли аккредитацию в госстандарте. В Беларуси запущена горячая линия по вопросам несвоевременной выплаты госпособий. Специалисты фонда соцзащиты принимают звонки по единому короткому номеру 122. Теперь, если работодатель задерживает возмещение по больничному, беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ним, можно оперативно проинформировать профильные органы. Горячая линия будет работать на постоянной основе, звонки принимаются в рабочее время по будням. В ООН положительно оценили достигнутые Беларусью результаты по сокращению выбросов парниковых газов. Помимо Синеокой свои доклады представили Австрия, Греция, Дания, Кипр и Чехия. Республика обязалась к 2020 уменьшить негативное влияние на 10% от уровня 1990 года. Однако стране удалось достичь показателя в 39%. В республике намерены пересчитать количество белых аистов, которые гнездятся в стране. Последняя перепись проводилась 10 лет назад. Тогда в Беларуси показатель вышел в 8% от мировой популяции – 22,5 тысячи пар. По словам специалистов, вести учет необходимо для того, чтобы лучше фиксировать и понимать изменения не только на локальном, но и глобальном уровне. Помочь орнитологам может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету и выслать ее любым удобным способом. Громкие итоги учебного года 2024. Во всех школах страны прошли выпускные вечера для 11-классников. Более 55 тысяч молодых людей получили аттестаты об общем среднем образовании. Праздничным настроением на пороге нового этапа жизни наслаждались и в Бобруйске. Елизавета Липеева вместе с выпускниками встретила рассвет. Дорогие ребята, я желаю вам сделать правильный выбор и встать на ту дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную профессию, обойти все неудачи. От вашей настойчивости, телеостремленности во многом зависит ваше будущее. Стремитесь, дерзайте, только вперед и никогда не отступайте. И помните, нашему городу нужны таланты, интеллект, трудолюбие. Будем рады принять вас в ряды молодых специалистов организации и предприятий города Бобруйска. Для выпускников третьей гимназии местом торжественной встречи становится драмтеатр. Рядом преподаватели и родители. В этом году из-под крыла учебного заведения выходят три класса. В их числе восемь золотых медалистов и два стубальника. Заслуженные награды лучшим выпускникам вручает председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынейская. Сегодня наше молодое поколение вступает в новый этап своей жизни. Выпускные вечера – это отсчет новой дороги. Сегодня город Бобруйск отправляет в хорошую светлую дорогу свою большую команду юных бобручан. Конечно же, очень волнительный день, очень светлый, очень праздничный. Пусть нашим юным бобручанам светит яркая звезда побед, свершений. Пусть все желания намеченные обязательно исполнятся. И ребята наши должны знать, что город Бобруйск всегда их ждет. С праздником! Буду скучать по душевности, по отношению к тебе. То, что каждый учитель, видя в ученике какое-то зерно, пытается взрастить из него огромное дерево, которое принесет плоды. Шик и лоск платьев, строгость костюмов, украшает искренность слез. Трепетная атмосфера царит и во второй школе. Здесь родные стены покидают 28 выпускников. В актовом зале собираются родные и близкие, чтобы разделить радость и волнение события. Со сцены самые искренние поздравления, ценные советы. Впереди новый этап, в который нужно шагнуть достойно. Именно сегодня я вспомнила, как я выпускалась со второй школы. И действительно, эмоции очень яркие. Потому что, с одной стороны, это такой немного грустный день, да, потому что все-таки выпускники прощаются со школой. Но, с другой стороны, этот день очень радостный, да, потому что ждет большое будущее. А я уверена, что выпускников именно второй школы только большое будущее будет ждать. Пожелание, наверное, самое такое, с моей точки зрения, главное – это найти себя во взрослой жизни, найти себя в профессии, найти себя в семье. Поэтому я бы искренне хотела выпускникам и второй школы, и всем нашим выпускникам пожелать именно этого. Во сне или наяву выпускники пишут финальную страницу долгой истории, наполняют праздничную главу самыми приятными моментами. Конечно, начнется новый этап, новая жизнь. Это все так волнительно, все трепетно. К празднику мы готовились очень основательно. Честно, очень сильно переживаю, но как будто бы еще нет осознания. Мне кажется, на 1 сентября, следующий я проснусь, приду в школу чисто по привычке. Школьные годы, одноклассники, учителя. Будем поэтому скучать. Виновники торжества утопают в эйфории улыбок. В каждом учреждении образования Бобруйска есть поводы для гордости. Выпускники 2024 – амбициозные юноши и девушки, которые с года в год радовали учителей и родителей высокими результатами и громкими победами. В копилке достижений бесчетное количество наград. Мы понимаем, что сегодня день особый, день, который дает некий старт новой жизни. И мне бы хотелось пожелать нашим выпускникам, чтобы они шли к своей цели, они верили в себя. Хочу, чтобы они помнили, любили свою школу, своих учителей, наставников, слушались родителей, потому что ближе, чем родители, у нас с вами никого нет. Ну и, конечно же, хочу пожелать, чтобы они возвращались на родную Бобруйскую землю. На пороге нового этапа жизни. Всего в Бобруйске в торжественной атмосфере 62 выпускника получают аттестаты особого образца. Золотые медали – олицетворение кропотливого труда на протяжении 11 лет. Абсолютные результаты сейчас у трех учащихся по 300 баллов, 2С и аттестат. В руках все возможности для того, чтобы достичь любых высот на выбранном пути. Абсолютно любых. Настойчивость или устремленность – только вперед, не пускать руки, никогда не сдаваться. Второй раз уже в жизни я присутствую на этом выпускном вечере не просто как классный руководитель, но и как мама выпускника. У меня в жизни сплелось настолько личное и общественное, что дети стали моей семьей. Я хочу, чтобы они были счастливыми. День, воспоминания о котором каждый взрослый бережно хранит в памяти. Спустя годы эти счастливые глаза выпускников будут наполняться неподдельными слезинками при одном только взгляде на фото, сделанном летним вечером 2024 года. Сегодня мы будем подводить некие итоги промежуточные 11 лет, которые наши выпускники провели в непосредственном учреждении образования. В данном конкретном случае в средней школе номер 20 города Бавруска, которую не так давно закончил я, хотя годы летят. Поэтому однозначно сегодня хочется пожелать им удачи, трудолюбия, достижения всех поставленных целей. Мы вложили в них все, что могли. Я имею в виду мы, родители, дети тоже сами, конечно же, постарались. Испытания они уже прошли. Все. ЦТ тоже уже прошло. Поэтому осталось только ждать результаты. Поэтому удачи им хочу пожелать. Ну и вообще жизни успехов, чтобы путь был как можно легче, беспрепятственный, чтобы они их преодолевали как можно эффективнее. В Бабруйске 1138 выпускников делают уверенный шаг навстречу новым свершениям. Всего в Беларуси более 55 тысяч юношей и девушек переступают школьный порог. Впереди вступительная кампания, но пока пронзительные мгновения прощения с чудесным миром детства. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Иван Боровой. Итоги недели. Поддержка в комплекте. Многодетные семьи Бабруйска получат материальную помощь к новому учебному году. Выплаты начнутся с 1 августа. На каждого ребенка, который обучается в учреждении общего, среднего или специального образования, предусмотрена сумма в размере 30% бюджета прожиточного минимума. В среднем на душу населения сейчас это 125 рублей. Деньги выплачиваются из средств местного бюджета. Для получения материальной помощи необходимо обратиться в учреждение социальной защиты. В перечне документов – паспорт, удостоверение многодетной семьи, выписка из Беларусьбанка об открытии базового счета. В состав многодетных семей для выплат не учитываются дети, которые находятся под опекой, и приемные дети. Также не производятся выплаты детям, обучающимся в учреждениях профессионально-технического, высшего, среднеспециального образования, в которых они уже получают профессию. Также в Бобруське проходит прием документов в первые классы. Родителям необходимо предоставить заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о состоянии здоровья. Первыми примут детей, которые живут в микрорайоне, где расположено учреждение образования. Важно! На 1 сентября ребенку должно быть 6 полных лет. Тех, кому исполнится только в текущем году, зачислят по решению педагогического совета. Документы принимают по 15 августа. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах учреждения образования. Герои в белых халатах. В 3 воскресенье июня медицинские работники отмечают профессиональный праздник. На протяжении всей недели в их адрес бесконечные слова благодарности. Отечественная система здравоохранения меняется и развивается. Постоянно одно – преданность выбранному делу. О тех, в чьих руках жизнь – далее. Им веряют первый плач и последний вздох. Всю жизнь они идут бок о бок с человеком. В какой дом они не вошли бы, они входят туда для пользы больного. Врач – это тот человек, который всего себя посвящает людям. Это люди, которые спасают, по сути дела, наши жизни. Это великие люди. Без врачей бы сказала, никак не обойтись. Сегодня отечественная система здравоохранения Бобруйска меняется и развивается. И на этом пути у нее большие перспективы. Доктор, пожалуйста, помогите, спасите, не знаю, что делать. И говорят свои жалобы, и ты понимаешь, что ты можешь помочь, что у тебя есть для этого все ресурсы, что ты готов помогать. Медицинскую помощь населению города и пяти прилегающих районов оказывают пять стационарных учреждений. Семь поликлиник для взрослых, три детские, три стоматологические. Консультативно-диагностическая поликлиника, станция скорой неотложной помощи, две участковые больницы. На территории района восемь амбулаторий врача общей практики, девятнадцать фельдшерско-акушерских и пятнадцать фельдшерских здравпунктов. Достаточно серьезная, значимая команда, которая направлена на оказание качественной и доступной медицинской помощи населению города Бобруйска и Бобруйского района. Благодаря государственному вниманию и реализации в стране нескольких госпрограмм удалось достичь выдающихся результатов. Уже три четверти века в этом медицинском учреждении удерживают пациентов на плаву, спасая, давая шанс. Бобруйский межрайонный онкологический диспансер. Здесь представляется высокопрофессиональная диагностическая и консультативная помощь по любым вопросам, которые касаются предопухолевых состояний, доброкачественных и злокачественных опухолей. В отделениях пациенты проходят и реабилитацию. Сегодня онкодиспансер оснащен новейшим оборудованием, что позволяет проводить высокоточные обследования пациента и выявлять онкологическую патологию на ранних стадиях. Как следствие, существует тренд на увеличение продолжительности жизни. Благодаря данному аппарату, а мы проводим аппаратом экспертного класса, мы можем не только увидеть неоплазии, а также их удалить. День медицинского работника – это всенародное признание труда тех, кто помогает людям сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь. Медиков отличает преданность своему благородному делу, доброта и милосердие. В учреждениях здравоохранения нашего города трудится 5859 человек, 885 врачей, 2610 средних медицинских работников, больше тысячи другого персонала. В 23-м к работе приступило 79 молодых специалистов, 25 из них – врачи-интернов. Коллектив – это государство, в государстве. Здесь должно работать все от мала до велика, санитарка, медицинская сестра, врачи. И они должны работать в связке, чтобы все выполнилось как положено. Без людей в белых халатах совершенно невозможно представить жизнь. Они поистине бесценные трудовые кадры, которые стоят на страже национального здоровья и долголетия, которые помогают побороть хворь и справиться с недомоганием. Исследования пациентов с черепно-мозговыми травмами, с кровоизлияниями, преимущество метода, что мы быстро сканируем пациента. Случаи бывают разные. Экстренные, срочные, неотложные. Службы скорой медицинской помощи – работа тех, кто в любое время суток в режиме 24 на 7 спешат к тем, кому необходима срочная помощь. Главный ресурс – скорой, люди, в чьих руках человеческая жизнь. На территории города Бобруйска находятся три станции скорой медицинской помощи. Доказано, регулярное прохождение диспансеризации позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний. Диспансеризация включает в себя комплекс медицинских мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на проведение медицинской профилактики, на определение групп диспансерного наблюдения и, конечно же, воспитание ответственности у наших граждан за свое здоровье. Учреждение здравоохранения Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени Марзона – многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания круглосуточной экстренной стационарной помощи населению при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях, отравлениях, а также при массовых поражениях, катастрофах, стихийных бедствиях. Ежегодно в хирургическом отделении проводятся почти полторы тысячи операций. Мы лечим пациентов с острым коронарным синдромом, парт миокарда или прогрессирующейся на карте, пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и также пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. В Могилевской области запланировано возведение социальных построек, строительство жилья, детских садов, школ и медицинских объектов. В новую инвест-программу попала Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи. Строительство нового хирургического корпуса станет одним из основных проектов в здравоохранении региона. Корпус рассчитан на 284 койки. В нем будут размещаться хирургические отделения, новое отделение реанимации на 12 скоек, два межрайонных наших центра для пациентов с острым коронарным синдромом и для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Гуманность, сострадание, милосердие, которые идут из глубин сердца и души. Этих людей профессия выбирает сама. И в этом особая, ни с чем не сравнимая специфика медицинского работника. Ведь для того, чтобы лечить, исцелять, сохранять здоровье и спасать жизнь человека, нужен огромный багаж опыта и знаний. Весь медицинский персонал всегда вкладывает душу в лечение, в помощь детям. Душа медицинского работника детской больницы всегда близка к детям. Высококлассные специалисты современной технологии и оборудования, а также непревзойденное качество – вот что отличает сегодня Бобруйскую детскую больницу. Ребеночка лечит, наблюдают. По малейшей просьбе приходит дежурный врач, если какая-то у мамы тревога за ребенка. Новые технологии, знания и опыт, индивидуальный подход лечения и реабилитации помогают пациентам восстановиться после перенесенных заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, пневмония, бронхит, бронхиальная астма, заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов. На базе отделения медицинской реабилитации в нашей поликлинике можно пройти светотепло, электро- и водолечение, также ручной массаж. Хорошо работают, молодцы, надо им отдать должное. Большое им спасибо. Желаем здоровья, крепкого-крепкого. Огромное им спасибо, конечно, и подлечили, очень здорово. Рабочий день здесь начинается в 8.30. За день обслуживается до 27 пациентов. После 12 часов врач общей практики выезжает на вызовы по району. Ольга Лишкевич в 23-м признана лучшим врачом. Она окончила Гродненский университет по специальности лечебное дело. С 2009-го работает врачом общей практики и заведует амбулаторией в агрогородке имени Ленина Бобруйского района. Крепкого здоровья, поменьше сталкиваться с трудностями, чтобы все задачи были разрешены, а болезни были излечены. Здоровому будущему здоровое настоящее. Все начинается с амбулаторно-поликлинического звена. Это своего рода зеркало медицины. Именно на этом уровне начинается общение пациента с доктором. Устанавливаются контакты, появляется доверие к нему. В любых ситуациях врач может помочь. В любых проблемах, каких-то даже самых сложных, тоже можем найти всегда какой-то выход. На базе поликлиники функционируют межрайонные диагностические кабинеты, такие как ревматологический, травматологический, урологический и другие. При необходимости направляем на стационарное лечение, которое проводится в урологическом отделении больницы скорой помощи города Бобруйска. Здоровая улыбка – естественная красота. В стоматологической поликлинике номер один трудятся добрые, отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь в самых сложных случаях и клинических ситуациях. Учреждение по праву занимает достойное место в городском здравоохранении. Наши доктора ездят периодически на конференции, повышают свои знания, и мы стараемся закупать необходимое оборудование. Внимательное, доброжелательное отношение к своим пациентам убеждены в городской поликлинике номер три в равной, если не в большей степени важно, как и наличие самого современного оборудования. Здесь никогда не забывают – пациент должен получить не только квалифицированную медицинскую помощь, но и частичку тепла. Главный наш ресурс все-таки – это коллектив. Коллектив профессионалов, коллектив людей, объединенных едиными общими целями, умеющими решать задачи, поставленные государством, и обладающие высокими моральными достоинствами и нравственными качествами. Есть в работе людей в белых халатах и сложности, и радости. Но однажды, взяв на себя ответственность за жизнь и здоровье людей, они считают это смыслом жизни и следуют своему призванию до конца. Мы активно боремся за каждого ребенка в нашем очередении. Практикуется совместное пребывание матери и ребенка почти в 90% случаев. Ежедневно в его стенах появляются новые жизни. Мирослава – первый ребенок в молодой семье Киреевых. Когда принесли малышку, все сразу забылось, вся сразу боль ушла, и слезы радости просто были. Персонал очень ответственный и квалифицированный. Я очень рада, что попала именно сюда. Здоровье мамы и ребенка под круглосуточным наблюдением. В любое время дней и ночи в центре дежурит заботливый, внимательный персонал. А вот и самое главное – отделение роддома, в котором появляются на свету бобручане. Ежедневно в центре рождается около 20 малышей. Люди в белых халатах всегда готовы дарить надежду и возвращать радость жизни. Так позже она вернется к ним в 100 крат. Уважаемые коллеги и уважаемые ветераны в отрасли здравоохранения, примите сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником, с Днем медицинских работников. Я от души желаю всем весом, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в собственных силах и завтрашнего дня. С праздником вас! Вам, медики, чей дар отмечен свыше, кому пропавший пульс под тонкой кожей, нащупать вновь, дыхание услышать, любых наград становится дороже, стучат сердца в захлеб ежеминутно. За жизни возвращенное спасибо, успехов, сил, терпения в деле трудном, а в семье вашей счастье и улыбок. Реальность до мурашек. Под Бобруйском пройдет реконструкция, посвященная 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Масштабные события вновь поразит реалистичностью 30 июня. Начало в 14 часов. Уже заявлено более 400 участников из 65 военно-патриотических клубов. В планах задействовать несколько десятков образцов военной техники. В конце июня 44-го на знаковом месте разворачивались жестокие бои за мост через Березину. События стали ключевым этапом победоносного наступления, которое предопределило стремительный успех операции «Багратион». Проникнуться истории наглядно сможет каждый благодаря зрелищной постановке. В нашей концепции это соблюдение принципа исторической достоверности. Мы стараемся не выдумывать, не сочинять легенд, а попытаться максимально воспроизвести то, что нам известно по документам, и даже мы и технику стараемся брать, именно ту, которая участвовала конкретно в этом бою, в районе деревни Щавково. Приезжают реконструкторы с разных стран, ну вот больше всего из Беларуси, конечно, Россия, там Прибалтика, Израиль. Мы их распределяем по подразделениям. У нас буквально за считанные часы возникает организационная структура воинских подразделений 44-го года. И мы распределяем даже реконструкторов по подразделениям, которые реально существовали и участвовали в этом бою. Машина времени перенесет тысячи белорусов в прошлое уже в четвертый раз. Вход свободный. Гостей ждет концертная программа, интерактивные и торговые площадки. Будет организован подвоз на пригородном автобусе по маршруту Бобруйск-Щатково. Время отправления от остановочного пункта «Дом связи» в 12.30 в обратном направлении от гражданского кладбища деревни Щатково в 15.45. Угроза обесточивания, клинические испытания и жесткие меры. В Литве за неугодную позицию решили отбирать паспорта. Кто под прицелом? Далее громкие заголовки мировых новостей. Клинические испытания вакцины от рака начнут в России в 2025-м. Первые результаты исследований могут быть представлены уже в конце этого года. Укол здоровья разработан несколькими научными командами. По задумке с введением препарата, иммунная система пациента будет учиться самостоятельно выявлять злокачественные клетки. Над Парижем нависла реальная угроза обесточивания. Энергетики объявили о проведении забастовок во время Олимпийских игр. Члены профсоюза заявили, 20 июня состоятся протесты электроэнергетических и газовых компаний. Однако это станет всего лишь разминкой перед главным событием. Основная часть пройдет с июля по сентябрь. Ранее, напомним, о стачках во время соревнований объявили работники здравоохранения, местных органов власти, транспортники, коммунальщики и даже госслужащие. Жесткие меры. В Литве за неугодную позицию решили отбирать паспорта. МВД страны выступило с предложением расширить круг лиц, которых можно лишить документов на основании якобы угрозы нацбезопасности. В частности, нововведение коснется людей с двойным гражданством. Пока инициатива в стадии законопроекта. В США произошло резкое падение интереса зрителя и читателя к национальным СМИ. Число зрителей CNN в прайм-тайм сократилось до полумиллиона. И это самый низкий показатель за последние 30 лет. Согласно опросам, только 20% американцев доверяют прессе. Остальные обращаются за информацией к альтернативным источникам, в частности, к социальным сетям. К слову, в прошлом году в стране были уволены 30 тысяч американских журналистов. Итальянский диджей попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный сет. Клубный марафон длился 10 дней, а точнее 244 часа и 2 минуты. На сцене помимо рабочей аппаратуры стояла кровать. По правилам возможен небольшой отдых после каждого часа активности. Спал мужчина по 15 минут, чтобы организм не успел перейти в фазу быстрого сна. К историческому моменту диджей готовился 2 года под руководством личного тренера, диетолога, физиотерапевта и гуру йоги. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин